ДИМОН СОЛС в ТРУСАХ ДИМОН СОЛС в ТРУСАХ Как вы видите, я не очень тороплюсь с прохождением, потому что очень тяжело и просто как бы я записываю тогда, когда я готов. Плюс совсем недавно я наконец-таки закончил прохождение The Last of Us. Блин, вот я пару слов уделю, просто это лучшая вообще игра в этом поколении, то есть я просто в шоке до сих пор. Я прошел ее вчера и я до сих пор отхожу вообще от этой игры, потому что нереально взрослая, серьезная игра, таких я вообще ни разу не видел. То есть настолько глубоких, интересных и просто охренительных. И в общем-то, будет ли прохождение на канале The Last of Us, я собираюсь, хочу еще пройти чисто для себя ее на максимальной сложности. Чтобы, ну, хочу немножко еще раз туда погрузиться уже в последний раз, потому что я вот сейчас пройду и больше я в нее играть какой-то... Длинный промежуток времени я в нее играть не буду, потому что она очень тяжелая для восприятия. Вот, как бы... Так что, в общем, все это зависит от вас, будете ли вы смотреть, как я буду проходить ее на максимальной и стараться поменьше умирать. То есть, в общем, все это зависит от вас. Так как у нас заканчивается Metal Gear Rising, можно, в принципе, начать из The Last of Us. Хотя у меня были много другие планы, но ради такой игры я готов немножечко мои планы передвинуть. Так что все это зависит от вас. Пишите в своих комментариях, хотите ли вы это видеть или нет. Потому что, на самом деле, сейчас очень много кто просто делает The Last of Us прохождение. То есть, там уже какое-то нереальное количество видео на Ютьюбе. И, скорее всего, вы их уже посмотрели. И дело-то в том, что просто, ну, как я уже говорил, то есть, играть это достаточно тяжелое для восприятия. То есть, ну, такая шокирующая очень. И готовы ли вы погрузиться еще раз в этот мир, ну, это все зависит в первую очередь от вас. Я-то в любом случае буду в нее еще раз играть. Так что, пишите комментарии. Ну, так вот, мы отправляемся. Какой там мир-то нам нужно? Башня Латрии. Я не помню, какой это. Это не то точно. Кстати, да. У меня может аптечек пойти закупиться. И я думаю, да. Давайте, наверное, сходим, закупимся аптечками. А потом двинем, да, двинем в третий мир. Ой, как я не хочу идти к Минотаврам. Вы бы знали, ребята. Это просто пипец какой-то. Очень не хочу вообще просто. Блин, я просто даже не представляю, как я сейчас буду их убивать. Я понимаю, что это возможно сделать. Но это пипец же, ептать. Это ж вообще хана. Это ж вообще жопа. При том, что я знаю, что я могу убить его, просто стоя за туманом и расстреливая его из лука. Но я понимаю, что это нечестно. И нужно проходить эту игру. Именно все по чесноку. И чтобы все было жестко и напряженно. Поэтому, блин, буду пытаться так. Ну, не знаю, получится у меня это или нет. В общем, я не знаю. В этой части, конечно, вы все увидите. А пока давайте закупимся аптечками. Я думаю, еще стоит немножечко, как сказать, починить мое снаряжение. Так, давайте закупимся. Сколько у нас там не хватает? 8 штук. В смысле, это типа у нас места не хватает уже. Да, надо что-то выбросить. Так, давайте на что-нибудь выкинем, чтобы оно не валялось. У меня в инвентаре, скорее всего, это броня. Да, она занимает всего 5. Ну, ладно, давайте. Как это, по-моему, командное меню, дроп. Что еще можно кидануть? Давайте вот эту хрень. Хотя, подождите. Блин. Может быть, здесь этот топорик попробовать? Может, и им ее смогу убить, Минодаров? Не знаю. Так, давайте. А, вот это вот, слушайте, что у нас защита? Что у него там? Защита от физического урона 70. То есть, не полностью он поглощает его. А, топ. Я вру, 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 вру. Еще раз вру я, конечно. Подождите, я не туда посмотрел. Да, он полностью поглощает урон. Этот у нас как? Ну, этот получше у нас, конечно, пободрее. Так что, давайте его выкинем. Нафиг. Хотя, в принципе, я думаю, если бы его прокачать, то вообще было бы в самый раз. Все, давайте. Закупим еще аптечек. Нет, нет, нет. Стоп, стоп. А что у нас стоит там по части стрел? Как все нормально? Да, по части стрел у нас все ништяк, так что это нам не нужно. Только аптечки. Блин, нормально, отменил. Что-то я туплю, у меня постороннее утро, на самом деле. У меня 5 часов утра. Потому что, вот, что-то я прям проснулся и прям... Потом полчаса переваривал концовку, опять же, за Last of Us. А потом я понял, что мне нужно записать Demon's Souls, чтобы взбодриться. Как я говорил, эта штука бодрит реально. Так, возвращаемся в Nexus, конечно же. Отправляемся получать пиздиляторов. Вот, сами знаете, кого. Кошмар какой-то. У меня замечательное просто утро, по ходу дела, сейчас будет. Кстати, также еще посмотрел... Геймплей-то я давно посмотрел, но я просто об этом не говорил. Metal Gear Solid V Phantom Pain. И что, хочу сказать, господи, это просто офигительно. Блин, вот я не знаю, вот на данный момент самая взрослая игра вообще в игровой индустрии это The Last of Us. Даже, ну, несмотря, что и до этого была серия Metal Gear, но все-таки это самая жесткая вещь абсолютно. Но вот мне интересно, что же выдаст все-таки Хидео Кодзима. Потому что, как он сказал, он тоже очень, скажем так, жаловался, что игра будет настолько взрослой, что он переживает за продажи. Но, судя по продажам The Last of Us, на данный момент она самая продаваемая игра на PlayStation 3 вообще за всю историю консоли. То есть, такого бодрого старта продаж не было еще ни разу. То есть, это говорит о том, что, видимо, аудитория взрослеет и им нужно что-то серьезное. Потому что, в последнее время, что я ее наблюдаю, вы знаете, это уже какой-то застой в игровой индустрии. И одна игра похожа абсолютно на другую. Об этом я уже просто говорил, но повторяться, я думаю, смысла не имеет. То есть, вообще ничего интересного, умного, просто того, что заставляет задуматься, вообще не выходит. И вот появляется такая игра, которая просто рвет всех на повал. И просто видна реакция публики, как ее просто, ну, разбирает просто, на самом деле. Снимает с пола. Конечно, безусловно, там как бы и геймплей, как бы, ого-го какой. Как бы, там только из-за геймплея, то есть, тоже, на самом деле, очень много чего. Не только из-за сюжета. То есть, там сама игра, это такой цельный продукт, абсолютно выверенный, вообще, ну, идеальный. То есть, то, чего я хотел, вообще, от игры я увидел в ней. То есть, я реально до сих пор в восторге, в шоке одновременно, это словами не передать. И вот, соответственно, как бы, я думаю, Кадзиме не стоит переживать, тем более, то, что серия Metal Gear, это уж точно такой, скажем так, достаточно... Не сказал бы, что прям супер-известная серия, нет. Это самая шедевральная серия, да. Но, как показывает практика, на самом деле, очень многие люди, особенно в России, с ней не знакомы. Это все связано с тем, что она на русском-то не выходила толком, то есть, официальных переводов, я не помню, ни одной части не было официального перевода. То есть, соответственно, у нас, как бы, люди очень-очень-очень боятся этого языкового барьера, потому что сюжет там, конечно, огонь еще тот. Нет, нет, чуть не упал. Вот это, понимаете, начал уже, вот, уже... Вот, как бы, и, соответственно, она выходила, в основном, только, ну, у нас, основная консоль вообще всех Metal Gear'ов, это всегда была консоль от Sony, PlayStation. То есть, хотя первый Metal Gear вышел на ПК, второй Metal Gear вышел на ПК и на Xbox, третий Metal Gear был эксклюзивом для PlayStation 2, соответственно, как и четвертый был эксклюзивом для PlayStation 3. И сейчас выходит пятая часть. На самом деле, политика Konami совершенно странная, потому что все-таки Metal Gear – это абсолютно цельная история, это цельный мир. И зачем просто кидать ее от одной консоли или другой? Мне непонятно, ну, понятно почему, то есть, чтобы, конечно, поднять прибыли побольше. Но мне просто непонятно, политика Sony, которая просто, мне кажется, стоила держаться за этот бренд, потому что это был костяк вообще, по-моему, эксклюзивной линейки консоли PlayStation. Я не знаю, почему они так отпустили-то. Видимо, Microsoft дали тоже баблинского немало. То есть, соответственно, как бы эксклюзив уже потерян для компании Sony, хотя, может быть, Metal Gear Solid 6 выйдет только на PlayStation 4, как обычно это бывает. То есть, вот как бы, ну, как проститутка гуляет серия, короче, по консолям. А толку от этого нет, потому что все равно всю серию смогут заценить только, на самом деле, обладатели консолей от PlayStation. То есть, ну, странная политика, на самом деле. Я с этим не согласен. Либо делать на все, начиная от ПК и заканчивая консолями, либо делать на что-то одно уже и до конца просто. Ну, ладно, давайте мы эту тему закроем, потому что у меня сейчас Минотавр меня ждет, потому что у меня уже ягодички сжимаются. Ой, бежим, 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 бежим. Ой, матерь божья, сейчас погибнет, слушайте, ребят. Только начал уже погибая. Бежим, бежим, бежим. Давай, 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 тык, 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 тык. Сейчас просто, блин, хотя бы надо у этого чувака здоровье поднимать побольше. Что это было? Нет, нет. Ну, давай уже, скачи, там что-то, что он делает? А! Что-то он тупит, смотрите, можно так же ему попинать. Нет, слушайте, вот это вот оружие в двух руках, на него особо-то не действует, так что все-таки лучше пинаться побыстрее, так больше здоровья я не просто снесу. Да, господи, я туда нажимаю, меня трясет всего, я просто, это самый страшный для меня босс, на самом деле. Я боюсь только его. Больше никого. В этой игре. Ну, нет, ну, еще боюсь старого крылья Дорна, но он не нули так. Вылез второй, это уже печалька. Просто, если бы он был бы один, я бы вообще его убил, даже не парился бы, на самом деле. Ну, так как их двое, это, на самом деле, большие трудности. Ай, вот это было больно. Где эта тварь, господи. Где эта тварь, господи. Ой, господи, сзади меня же точно, блин, все-все-все-все. Ой, это было больно, согласен. Туплю. Ой, господи, господи. Привет, я просто, комментариев минимум, потому что, сами понимаете, битва очень такая для меня напряженная. Ой, господи. Продолжение следует... 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 Так, с одним уже все, ребят, почти все Ёбаный Простите меня за мат, но это просто пипец какой-то Есть! Есть! Один, 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 все, ребят, все, все, один, один с ним кончено Остался еще один Другой, где он? Может, он где-то застрял, поэтому мне так легко все удалось А, вон он Это не он Это же не он Бля, а куда второй делся-то, господи? Алло Это что за приколы? Это что, издевательство какое-то, что ли, я не понимаю Куда делся второй? Э! Нормально, ребят, это вообще просто круто А я тут уже обрадовался, что я такой крутой Ни хрена себе, блин Вот это подколка, слушайте Второго-то нету Я думаю, что-то все просто пошло под конец Вот, я слышу его звук Да? Это же он? Подождите сейчас секундочку, я прислушаю Может, он где-то просто... Ну, это горгули там вдалеке летают, правильно? Ау, а вон он, фу ты ешкин кот Застрял он, поэтому так все просто было Теперь нужно придумать, как в него попасть Это вот самое замечательное Охренеть А вот отсюда можно уже, да? Отсюда можно Вот и он, собственно Нифига себе Я уже думал, сейчас все придется перезапускать Ай, тихо Главное, чтобы он меня сейчас не опрокинул Ну, что-то я у него очень мало здоровья сношу, вы заметили? Не, а вот с лукой я сношу у него куда больше Не, нормально, Саша А, это я просто потому что по хвосту бью Поэтому у него мало здоровья снимается Потому что хвост можно отрубить, насколько я помню Ой, ладно, давайте Что там? Так, он что-то тупит, что-то сегодня все тупят Потому что, наверное, утро никто не выспался Наверное, поэтому Ха-ха И я просто не знаю Не адский Сейчас, наверное Ой, сейчас если я проиграю, это будет пипец, по-моему На мой взгляд, поэтому лучше не проигрывать Где эта тварь А, вот он Так, где-где-где-где-где Где-где-где-где-где Вот он Че за фигня? А, алё Э Я не хрена... Вон Ай, это было больно. Так, он застрял в колонии, используем это против него, пока можем. Все, он вышел за колонии. Ну, что ты, давай. Так, где ты? Так, где ты? Так, где ты? Блин, ни хрена не вижу, господи боже мой. Так, давай умри уже. У меня сейчас палец уже отсохнет, стреляйте. Есть, есть. Ха-ха. Фух. Да, мы сделали это, ребята. Мы это сделали. Мы просто мега крутые ребята. Собственно, ладно, да, соглашусь с тем, что возможно это было не совсем честно. Ну, реально, не совсем честно, потому что, ну, затупил ИИ, но это, блин, не мои проблемы. То есть, ИИ затупил, и я этим воспользовался. То есть, компьютер ложанул, и я его сделал. Так что все честно, как бы, на самом деле. То есть, это, как бы, вот так вот случилось. Просто, на самом деле, я понимаю, что мне повезло. Очень сильно повезло. Я это понимаю, осознаю. Но, блин, ну, все равно, это был бой. Был вообще, на самом деле, какой-то дикий адовый, сложный какой-то. Ну, все, он дико напряженный был. То есть, я реально переживал, как не знаю, кто только что. Но, что могу сказать. Я надеюсь, вы не усурили во время этого боя. У нас остался последний босс этого мира. Я думаю, тут будет немного, немножко повеселее, пободрее. Кстати, там впереди еще ждут, кстати, какого, осьминожки. Сраные. Хотя я их называл вообще по-другому. Да умри ты, господи. Сколько же можно, да? Все, мертв. Нормально. Живем. И еще тут один смельчак. О, она. Чуть не попал. Все, мертв. И там он еще один. Да сколько же вас здесь-то, а? Окай. Рукаюшки. О, она. О, она. Продолжение следует... Продолжение следует... Короче, сейчас мы будем драться с живым человеком, поэтому нужно быть абсолютно готовым, и я более чем уверен, что он меня сделает, потому что я без брони. То есть я вообще абсолютно нифига не готов на самом деле к этому бою, но я постараюсь его сделать. В принципе, если этого Гондураса выманить, я думаю, вообще отсюда же можно будет оббежать потом, правильно? Потому что не хочу я с ним сейчас возиться. Слушай, Чебурашка, иди сюда. Нифига у него там здоровье. Я не помню, там один или двое там, это вот единственный вопрос у меня сейчас возник. В принципе, половину здоровья я ему снес уже, так что... Нормально живем. Капец на него, сколько на него стрел надо, блин. Все, он мертв, в принципе, это было не особо сложно. Что-то опять ко мне это слово в принципе прицепилось. Это вообще какой-то капец. Вот это вот после, видимо, потому что волнуюсь, поэтому, собственно, меня вот так вот гложет. Второго там не будет, надеюсь? Какая-то лестница уже закончится-то, а? Ну, мы уже фактически на месте, это уже радует. Ну, блин, опять этот уродец. Если я сейчас проиграю, то это будет очень обидно, потому что я не хочу опять их расстреливать. У меня уже просто уже в печенках все эти фантомы. Давай, может быть, получится его обижать, если я его сейчас выгоню. Слепой, что ли, я тут стою. Ой-ой-ой, чуть не убил. Так, ладно. Да там еще далеко бежать-то вниз-то, ну, господи. Проще его так уже расстрелять. На тебе, в попец. Мы так с ним будем сейчас полчаса возиться, слушайте. Опа-на. Так, валим-валим. Мы уже почти спустились, так что, я думаю, сейчас мы сможем его оббежать. А, хренушки, отсюда теперь не выйти. Ну, в принципе, я думаю, если мы сюда сейчас его выманем чуть поближе, то я смогу его здесь вот обогнать. Бежим. Есть, получилось. Фух. Ладно, сейчас у нас теперь босс остался. И причем босс этот, блин, фантом. Блин, ну это капец какой-то. Я не знаю, я, наверное, скорее всего сейчас проиграю. Это я более чем уверен. Потому что в прошлый раз я бы долбил какое-то нереальное количество времени. Хотя, я надеюсь, может быть, сейчас он вздрыснет. Точнее, фу, блин, испугается и убежит. И все. И все будет хорошо у нас. Все у нас будет замечательно. Все. Так, какую-то там я взял хрень. Давайте, значит, что сделаем? Давайте подготовимся все-таки к бою, потому что сейчас противник-то будет. Ого-го. Так, значит, что мы делаем? Что у нас вообще имеется? Что у нас есть? Да ни хрена у нас нету. Так, кольцо вора нам здесь точно не пригодится. Так, rise maximum item burden, recovery, hp while. Так. Splitting, poison resistance. Давайте попробуем просто против bleeding. Ну, то есть, он против кровотечений. И... Со временем, чтобы восстанавливалось у нас здоровье. Ну, хотя бы как-то так. Я не знаю. Может, прокатит. Может, нет. Здравствуй, дядя. Что-то у меня здоровье вообще не снимается. То есть, это нормально? Нет? Сейчас, наверное, снимется со временем. И у него не снимается здоровье. Нормально, слушайте. Все вообще ништяк. Опа-на. У меня сломалось оружие. Охренительно просто, ребята. Это вообще просто шедевр. Это все, что... Это самое лучшее, что могло со мной перезайти за это время. Да хорошо, слушайте, успокойся. Я у него теперь больше вообще ни хрена не сношу, как я понимаю. Нормально так снес. Но он восстанавливает себе здоровье, понимаете? В общем, у него... И что-то, блин, какая-то хрень, слушайте. Реально, что-то, что-то может... Я не знаю, может, с пингом какая-то беда. Я, наверное, бессмертный. Нормально, слушайте. Это как-то прикол, что ли? А вот теперь у меня снимает. Ты что-то через раз, понимаете? Что-то все-таки эта хрень вообще непонятно. Ладно, пока он там у меня пускает пикает, я пока возьму какой-нибудь топор. И у меня опять сломалось оружие. Слушайте, ну что здесь издевательство-то? Ну, это все через раз. Какая-то тупо, ребят. Какая-то хрень непонятная происходит. Я не знаю, что такое. Но как-то что-то у нас не прет дело. А топорик-то нифига такой. Слушайте, может, я буду им пользоваться в будущем? Да уж. Весело. Очень весело. Мы так и будем с ним, по-моему, воевать сейчас бесконечно. Хотя у него, в принципе, здоровье сношу. Но, блин, у него быстро очень восстанавливается она. И у меня опять сломался щит еще сверху ко всему. О, это было хорошо. Это было прекрасно просто. Что-то у меня вообще здоровье не снимается. Я не понимаю, что... А, у него просто, смотрите, оружие сносит у него там вообще какие-то копейки. Теперь он снял щит, и у него здоровье... Точнее, у него теперь... Во здоровье не восстанавливается. Но теперь она больше у него не отнимается. Слушайте, это очень весело вообще. Пописающе. Это что было такое? Ну, я, походу, делал бессмертный, ребят. Это просто... Я горец. Пока мне голову не отхерачишь, я буду так его долбить. Что-то как-то сегодня серия веселая. Слушайте, блинтую и минотавр тут. Нет, слушайте, это уже начинается плохо, потому что начинается носить у меня здоровье. Теперь он носит у меня здоровье. А вот это, слушайте, это уже плохо, потому что такой хрень он меня может убить. Так, господи, да я встану. А, он другое оружие еще взял. Да, теперь он носит у меня здоровье чуть-чуть немножечко. Мне кажется, по 100 уровням он куда ниже, чем я. Поэтому такая ситуация произошла. Хотя, хрен его узнает. Ай-яй-яй, вот это было больно. Давай, иди сюда, скотина. Так, ну так-то, в принципе, я думаю, его убью, может быть. Я сейчас какая-нибудь непредвиденная хрень там не достану. Какую-нибудь секиру, которая одним ударом сносит здоровье. Ну так-то он тоже меня нифигово кидает, слушайте. Да, хвост, господи, ты от меня отстанешь ты или нет, а? Такими темпами у меня он, скорее всего, убьется. Так, давай, до свидания. Туда уж веселье просто хоть отбавляй. Ой, ткнул у меня немножечко, ничего страшного. Писать, я ему больше половины здоровья снес. Ну это самый необычный босс, смотря, я к репому на данный момент. Да блин, слушайте, он меня просто имеет, как хочет. Ну, наверное, сейчас многих интересует вопрос о том, что же случилось дальше. То есть, почему видео так внезапно прервалось и закончилось ни на чем. Да дело-то в том, ребят, что бой вообще был каким-то убогим. То есть, чувак просто оказался каким-то диким троллем, на мой взгляд. То есть, он использовал какую-то непонятную пику и тупо ломал все мое оружие. То есть, фактически не снося мне здоровья. И дело-то в том, что поначалу это вроде как бы было весело, пока у меня не закончилось оружие. То есть, вроде как какой-то момент мне казалось, что победа уже у меня в руках, у него осталось немного здоровья. Но в итоге он все-таки находил выход из ситуации и лечился. То есть, здоровье восстанавливал полностью и, соответственно, с поломанным оружием, чтобы добить его почти до конца. У меня занимало приличное количество времени. Блин, это было не так интересно, как... Я не знаю, но это реально была какая-то чушь. Вот в итоге, что же произошло? Чувак просто взял, одел броню, одел щит, который восстанавливает здоровье и все. То есть, он сломал мне все оружие. И также продолжал бегать и тыкать меня этой пикой, не отнимая у меня фактически никакого здоровья. То есть, видимо, это заставило ему какое-то садистическое удовольствие, или я не знаю, что это было. Но бой был скучен, неинтересен и... Блин, ну это вообще был какой-то бред. То есть, это продолжалось на протяжении получаса. То есть, чуваку реально не надоело. Я уже там прям даже встал в угол, думаю, ну давай, все, я стою, убей меня. Нет, он стоит, ждет и смотрит на меня. Я думаю, ну ты что, вообще-то он с ума сошел с дуба рубахом. Разве это настолько интересно, как бы реально просто заниматься ерундой, не снося мне здоровья. Ну, как бы, я стоял, ждал. Думаю, когда же он нанесет удар в финале. Но он ничего не делал, он просто стоял на месте и смотрел на меня. В итоге, когда я проявлял какую-то активность, он опять лечился, соответственно... Ну, опять же, дошло до того, опять же, повторю, что он надел броню, надел щит и просто это ни к чему не привело. Убить его стало абсолютно невозможным. А он, соответственно, со своей стороны даже не пытался убить меня. То есть, он пытался вывести меня из себя, я не знаю, что он делал. Но в итоге закончилось тем, что я просто вышел из игры, потому что мне стало это настолько скучным, что словами не передать. Поэтому я этот бой вообще абсолютно вывезал, считаю, абсолютно не имело никакого смысла оставлять его. То есть, соответственно, следующую битву с этим боссом вы увидите в следующей части уже, соответственно. Как бы, вот такие вот дела, вот такие люди попадаются, понимаете. Не знаю, в чем прикол, в чем удовольствие от такого боя. Я не знаю, может, человеку стало скучно или еще что-то. Но вроде как бы люди играют, как мы могли заметить это на бое с Минотаврами. Вот такие вот дела, соответственно, я надеюсь, у вас эта серия все равно не разочаровала. Ну, хоть немножечко посмотрели. По крайней мере, мы продвинулись. Я убил Минотавров. И это самое главное. То есть, на сегодня хватит. Спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить большие пальцы вверх, комментировать, а также подписываться на канал. Впереди еще много чего интересного. Ну, все. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok